здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами на одну из наверное наиболее дискуссионных и проблемных тем как использование минеральных удобрений на приусадебных участках в сельском хозяйстве хорошо это или плохо и какие от этого есть последствия начну я с того что производство минеральных удобрений широкое использование минеральных удобрений позволило в большой степени существенно увеличить продуктивность всех сельскохозяйственных растений без исключения можно сказать что нынешнему продовольственному изобилию мы также обязаны развитию агрохимической науки развитию принципов применения минеральных удобрений разнообразию минеральных удобрений которые сейчас имеются снижению стоимости улучшению технологий производства минеральных удобрений что свою очередь сказывается на стоимости этих удобрений и на доступности их для сельского хозяйства к сожалению сейчас когда мы не обладаем никакими дефицитами в области продовольствия находятся люди которые начинают критиковать минеральные удобрения начинают рассказывать какие-то ужасы последствий применения минеральных удобрений и вовлекают владельцев личных пособных хозяйств к возврату в какие-то древние первобытные времена когда люди не обладая хорошими технологиями сельского хозяйства не обладая качественными минеральными удобрениями вынуждены были сжечь леса использовать залу использовать какие-то примитивные ископаемые для улучшения плодородия своих почв надо сказать что с тех пор как мы начали применять минеральные удобрения урожайность зерновых и других сельскохозяйственных растений возросла и в три и в пять раз конечно здесь имеет значение и применение различных средств защиты в том числе химически синтезированных но роль удобрений минеральных удобрений трудно переоценить многие сейчас возмутятся и скажут о его наверное купили какие-то производители минеральных удобрений и он тут начинает свою агитацию уж не знаю как где в каких странах но большинстве большинстве стран аграрно развитых стран минеральные удобрения все еще находятся в дефиците поверьте если владельцы личных подсобных хозяйств и дач перестанут покупать удобрения химзаводы которые производят эти удобрения не закроются на сегодняшний день большинство удобрений продается по квотам свободно купить их практически невозможно необходимо выжидать стоять в очереди выбирать свою квоту то есть еще доказать то что тебе эти удобрения нужны и в определенном количестве они все еще остаются довольно дорогим удовольствием поэтому к сожалению во совсем не во всех хозяйствах удобрения вносятся в тех объемах которых это необходимо естественно это сказывается и на урожайности и на себестоимости продукции сельского хозяйства и на эффективности сельского хозяйства в целом иногда какие-то популистские выкрики популистские какие-то агитации этих людей мне напоминают сцены из старого фильма когда где две молодые девушки почти влюбились в одного парня которого играл тихонов известный актер и там была такая неприятная бабка которая против молодой агрономши все время какие-то агитации вела и она кричала уж с подводы какой-то уж теперь коровки эту траву есть не будут сдохнут потому что там посыпали удобрения а это молодая агрономша говорит да нет же наоборот будет коровам еще лучше вот мне иногда кажется что часть сообщества часть интернет сообщества превратилась в этих бабок которые забыли настоящую агрохимию и основы агрохимии теме производства использования минеральных удобрений посвящено огромное количество научных публикаций ведь это неудивительно используются они не только в личных подсобных хозяйствах но и в большом в первую очередь в большом крупнотоварном производстве сельскохозяйственном еще раз повторюсь поверьте если вы перестанете полностью покупать эти удобрения говельский химзавод не закроется и гродно азот не закроется и беларусь калий который добывает калийные удобрения на больше чем на полмира тоже не закроется они не не ориентированы на частника до частник это просто их вынужденный бизнес для того чтобы поддерживать личные подсобные хозяйства запомните этого никакой рекламы агитации здесь нет абсолютно со стороны вот производителей минеральных удобрений двинемся дальше и так существует огромное количество научно доказанных эффектов удобрений почему потому что очень важно их правильно применять под разные растения по разному по разным схемам для того чтобы минимизировать затраты на внесение этих удобрений для того чтобы не было передоза этих удобрений для того чтобы сельское хозяйство было экономически эффективным многие ссылаются на опыт так называемых практиков в кавычках там не в кавычках то что вот они там не используют минеральные удобрения например используют что-то другое или вообще ничего не используют и у них растут огромный урожай могу сказать следующее московской сельскохозяйственной академии имени тимирязева свое время имелись делянки которые в течение длительного времени а именно около 50 лет получали разные удобрения вряд ли кто-то из так называемых опытников практиков блогеров может похвастаться такими длительными опытами для того чтобы уверять что сельское хозяйство можно вести вообще без удобрений только на каких-то там компостах одна из делянок в академии удобрялась полным набором минеральных удобрений с азотом фосфором и калием в другую периодически раз 3-4 года носился навоз контроль оставался без удобрений аналогичный опыт был поставлен свое время также и на сумской опытной станции здесь этот опыт длился порядка 20 лет результаты во всех точках проведения экспериментов но не только в этих точках был по всему миру такие опыты закладывать особенно в начале 20 века когда химическая промышленность очень активно развивалась так вот минераль все результаты были очень одинаковыми тождественные все воспроизводимыми и минеральные навозные удобрения очень сильно увеличивала микронаселение почвы увеличивалось количество микроорганизмов полезных микроорганизмов увеличилось количество макроорганизмов которые питаются растениями а почему их количество увеличилось Да потому что биомасса растений увеличилась, соответственно, появилось питание для микро- и макроорганизмов, и их численность также увеличилась. Внесение минеральных удобрений очень сильно стимулировало развитие в первую очередь эффективных микроорганизмов, почвенных бактерий. Это те бактерии, которые отвечают и за азотфиксацию, и за фосфатмобилизацию, и целлюлозоразрушающие микроорганизмы, и антагонистические микроорганизмы, и так далее, и так далее, и так далее. Навозное удобрение особенно заметно сказалось на увеличении целлюлозоразрушающих бактерий. Это означало, что вот это органическое вещество, содержащееся в навозе, а также минеральный комплекс, он способствовал ускорению разрушения целлюлоза и возврата углерода в систему почворастения. Соответственно, увеличивалась и урожайность растений. Вот грибы как раз при внесении удобрений снижали свою численность, подавлялись. За исключением одного очень интересного гриба, который называется хитомиум, представители этого рода развивались лучше на удобренных почвах. А этот гриб нам очень-очень важен, потому что он проявляет элиситерные свойства, он усиливает сопротивляемость растений к различным грибным патогенам. Итак, уверяю вас, что если вы поищите в интернете, вы найдете массу-массу научных публикаций, свидетельствующих о том, что разумное применение минеральных удобрений положительно сказывается не только на растениях и на урожае, но также и на функционировании почвенных организмов, микро- и макроорганизмов. Среди удобрений существуют химически-физиологически кислые, химически-физиологически нейтральные и щелочные удобрения. К сожалению, более кислые удобрения являются более вредными для почвенных организмов. В том числе кислые удобрения плохо сказываются на популяции дождевых червей, наших помощников. Ведь они формируют, кроме того, что множество функций у них, они в том числе формируют комковатую структуру почвы. А это очень важно для здорового и нормального развития не только микрофлоры почвы, но и самих растений. Кислые удобрения могут неблагоприятно сказываться на взаимоотношении микробов и растений, особенно кислые удобрения. Но это дело поправимое. К кислым удобрениям, кстати, относится большинство азотных удобрений. Именно поэтому, если вы пользуетесь минеральными удобрениями, необходимо либо систематически вносить залу на гряды, либо хотя бы раз в 5 лет проводить известкование почвы, то есть вносить щелочные известковые удобрения в виде извести, мела, ну каких-то еще кальций, содержащих карбонатных субстратов, доломитовую муку и так далее. В этом случае физиологически кислые удобрения полностью утратят свое негативное влияние на почвенную микро- и макробиоту, и все будет развиваться гармонично. О чем это говорит? Это говорит о том, что просто что-то взять в магазине, купить и посыпать, этого недостаточно для того, чтобы грамотно вести сельское хозяйство, в том числе на приусадебных участках. К важным эффектам применения удобрений в целом в сельском хозяйстве является сильное изменение взаимоотношения растений с их консортами, так называемыми, ну например, с микоризой и, например, с ризосферными бактериями. Когда мы питаем растения доступными элементами питания, в этом случае растения перестают поддерживать те микроорганизмы, которые обитают у них на корнях, в их тканях и в ризосфере, то есть в зоне обитания корней. Это может сказываться следующим образом. При внесении азотных удобрений количество клубеньков и клубеньковых бактерий уменьшается. Уменьшается количество целлюлитических бактерий иногда, уменьшается количество микоризных микроорганизмов, уменьшается количество антагонистических микроорганизмов. Однако же все эти процессы можно регулировать путем внесения значительного количества органического вещества. В этой связи наиболее оптимальным является применение органических и минеральных удобрений по определенным схемам. Каждое удобрение, фосфорное, азотное, калийное, у них есть разные разновидности, и имеют свои особенности внесения. О чем мы с вами обязательно поговорим в наших выпусках. Но результатом этого выпуска я хочу сделать ваше понимание, что минеральные удобрения ни в коем случае не являются нашими врагами, а только нашими друзьями. Ну и еще подумайте, ведь вечных двигателей не бывает. Мы изымаем наш урожай, изымаем его из почвы, мы изымаем органическое вещество, мы изымаем с урожаем азот, фосфор, калий, кальций, все остальные элементы питания растений. Если мы из растительных остатков сделаем компост и внесем его назад в почву, то мы не внесем то количество, которое изъяли. И будем все равно бесконечно, бесконечно, бесконечно пользоваться теми ресурсами, почвенными ресурсами, которые были накоплены там до того, как мы там начали интенсивное сельское хозяйство. Если нам необходимо только с помощью компостов, биогумуса какого-то, еще чего-то компенсировать вынос элементов питания растений из почвы, то мы должны этот биогумус, эти компосты откуда-то привезти, потому что своих ресурсов, своей зеленой массы у нас не хватит. Если посмотреть глобально на эту проблему, то все равно мы откуда-то должны взять, то есть где-то почву обеднить для того, чтобы компенсировать на своем участке вынос этих элементов питания. Так разве же существует вечный двигатель? Нет, конечно. Чтобы у нас прибыло, где-то должно убывать, чтобы нам компенсировать количество того урожая, которое мы вынесли, который в виде углекислого газа улетел углерод, для того, чтобы компенсировать то, что вымылось в грунтовые воды, то, что снеслось с поверхностными водами где-то в водоемы, то, что с ветреной эрозией унеслось в виде пыли, вот этот плодородный слой с наших полей, чтобы все это компенсировать, нам надо откуда-то это взять извне. Так неужели вы готовы где-то обеднять для того, чтобы свое обогащать? В этом нет ни грамма, ни здравого смысла, ни какой-то рациональной в этом идеи. Поэтому без минеральных удобрений нам абсолютно не обойтись. Либо, конечно, можно заменять минеральные удобрения органическими аналогами. Чем каждый из типов удобрений можно заменить, мы с вами обязательно поговорим, опять же, в выпусках на канале Процветок. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!